Продолжение следует... По-прежнему сохраняется напряжение, по-прежнему существует вакуум легитимности, вакуум власть на так называемых территориях народных республик Донецкой и Луганской. То есть по-прежнему видим, что при поддержке России происходит такой очень вяло текущий по сравнению с тем, что было конфликт, но все равно это конфликт, это совершенно ненормальная ситуация. Она по-прежнему приводит к человеческим жертвам. Поэтому попытки решить международным... с помощью усилий международного сообщества пока не дают достаточного эффекта. Но решится это? Может решиться? И как долго? Я, к сожалению, не вижу быстрого решения для этого вопроса. К сожалению, мы действительно смотрим на конфликт, который очень начинает напоминать конфликт с замороженной. Хотелось бы надеяться, но я думаю, что надо сейчас смотреть на то, что происходит в Украине в целом. Там вот-вот будут парламентские выборы. Это означает, что будет полная власть, выбранная народом, полностью легитимная и так далее. Будет парламент новый, соответственно, это дает политический мандат для действия. И будем надеяться, что это, возможно, даст какой-то импульс к стабилизации ситуации в Украине в целом. Потому что речь идет не только о том, что на Востоке происходит, но и в том, что Украина нуждается в срочных экономических мерах для стабилизации экономики. Латвийские средства массовой информации и информационные агентства практически каждый день в последнее время сообщают о том, что самолет залетел то на территорию Эстонии российский, то на территорию Латвии приблизился к нашим внешним границам, то корабль заплыл, приблизился опять же к нашим территориальным водам. Вот это, можно это назвать истерией какой-то со стороны средств массовой информации, со стороны общества? Просто такое ощущение, что нас готовят уже к тому, что Россия вот чуть ли не завтра нападет на Латвию. Ну, средства массовой информации это в том числе и вы. Я думаю, что когда вы сообщаете о фактах, это не истерия, это просто выполнение прямой обязанности. Но комментарии, в частности, внешнеполитического ведомства, это вы. И комментарии достаточно жесткие. И вот действительно такое ощущение создается, что война будет. Нет, давайте не будем торопиться с такими, возможно, чрезмерными опасениями. Мы в своих комментариях достаточно осторожны. Действительно происходит постоянно военная активность в регионе Балтийского моря. И это, наверное, не очень хорошо, что она возросла в последнее время. Но это не война. Но она насколько возросла? Вот можно считать, действительно возросла очень активно? Или раньше просто не сообщалось об этом? То, что действительно большая проблема, это недавний эпизод с российским военным самолетом Ил-20, который не только летал в воздушном пространстве нейтральном, но и на минуту, что по военным меркам очень долго, оказался в воздушном пространстве Эстонии. Вот это очень грубое нарушение. И учитывая, где именно это произошло, это, наверное, со времен окончания Холодной войны один из самых серьезных эпизодов. Это действительно очень серьезно, потому что самолеты оснащены достаточно хорошей техникой, чтобы очень точно представлять себе, где они находятся. Вот та экскурсия в воздушное пространство Эстонии, которую тот российский самолет произвел, ну, это вызывает очень серьезные вопросы. Хотелось бы надеяться, что это технический эпизод, но было бы такое, наверное, предложение российским нашим соседям, если техника не позволяет точно устанавливать местоположение самолета, не приближаться к воздушному пространству другой страны. Давайте не будем пока говорить о санкциях. Это военная сфера. Всегда, когда происходят такие полеты, с нашей стороны тоже сопровождают военная авиация, если непонятно, что это за объект, если объект не отвечает, что, кстати, было в случае с этим российским самолетом. Он поднялся с Калининградского аэродрома, и когда пытались установить с ним контакт, он делал вид, что не коммуницирует. Вот в таких случаях сопровождающий авиации пытается предпринимать определенные шаги. Есть установленные процедуры для этого. Ну, слава богу, что это был короткий эпизод. Но, конечно, это очень серьезно, и будем надеяться, что это технический эпизод. Но надо принимать во внимание, что тот контекст отношений между Россией и Западом, и Европейским Союзом, и НАТО, и так далее, который мы сейчас имеем, он наводит на серьезные размышления. Как проверить? Технически это был эпизод? Проверить мы не можем. То, что мы можем, и то, что мы должны делать, мы заботимся о безопасности своих границ. Нам не нужен никакой конфликт, нам не нужна война, мы не хотим ничего нагнетать. Но нужно просто, во-первых, очень хорошо знать, что происходит, быть в состоянии, если надо, ответить. Это лучший способ избежать какой-то эскалации, потому что любая слабость с противоположной стороны у кого-то может вызвать желание попробовать сделать еще один шаг. Вот мы избегаем более серьезных каких-то конфликтов и более серьезных опасных ситуаций, показывая, что мы очень хорошо наблюдаем за своим воздушным пространством, на море, за границами наблюдаем, на суше и так далее. И вот тестировать не надо. Вот, собственно, наши позиции. Нагнетать ничего не надо. Спасибо за ваше мнение, за разъяснение этой проблемы. Это был парламентский секретарь Министерства иностранных дел Виктор Макаров. И говорили мы о безопасности нашей страны.